ДК Подмосковья – место встречи старых друзей и соратников. Поводом для воссоединения единомышленников послужила грядущая 104-я годовщина основания «Комсомола» – организации, объединявшей почти 160 миллионов советских юношей и девушек. Прошедших школы в ЛКСМ красногорцев поприветствовала замглавы администрации. Ольге Захаровой тоже есть что вспомнить о тех славных временах. Дорогие комсомольцы, поздравляю вас с наступающим праздником. Мне очень приятно присутствовать здесь именно на этом мероприятии, потому что я сама дочь комсомольца, у меня все детство прошло в поездках папы, по всем фестивалям молодежи, студентам по стройкам, по всему остальному. Мне всегда в детстве казалось, что это именно комсомольская организация вращает мир. Думаю, так оно и есть на самом деле. И она не только вращала, но и строила. Стадион «Зоркий», медсанчасть КМЗ, ныне городская больница. Водохранилище на реках Банька и Синичка, аллеи, парки и даже тепло принявший гостей ДК Подмосковья – все это результаты ударных комсомольских строек. Впрочем, совершение членов молодежной организации – дела не только минувшей юности. И на заслуженном отдыхе красногорцы остаются неравнодушными к жизни муниципалитета и сохранению истории так много значившего движения. У нас есть задумки, что нужно создать городской музей. У нас в городе для этого есть уникальные возможности. Единственный в стране государственный архив кинофотодокументов. Я уверен, что многие живущие сегодня ветераны сделают все, чтобы насытить этот музей. Его нужно создать. И вот таких планов у нас много. И мы стараемся их реализовывать. Вот для этого мы в том числе и встречаемся. Встреча собрала актив в ЛКСМ Красногорска. Секретарей горкома и первичных организаций комсомола, членов бюро и не только. По случаю годовщины и еще одной знаковой даты – 90-летие муниципалитета – гости вечера отмечены юбилейными медалями. Служу родному Красногорскому! Секретарей горкома и первичных организаций комсомолитеты – 90-летие муниципалитета – 90-летие муниципалитета – 90-летие муниципалитета.